Всем привет! Это история от Анонима. Сегодня я зачитаю историю, дам какие-то свои комментарии. Вы также можете давать мнение по истории, ки-то и совет, возможно, под видео в комментариях здесь. Немножко введу в курс дела, поясню правила, по которым мы присылаем на канал Анонимные истории. Первое, чтобы эта история не была озвучена у других блогеров, чтобы не повторяться и, скажем так, не дублировать контент. Кому нужно будет, посмотрят у другого блогера. И второе, когда вы присылаете ваше анонимное письмо, пожалуйста, сразу пишите его в такой форме, такими словами, потому что я зачитываю с листа это все. Я не могу тратить время на вычеркивание ваших имен, дат, городов, каких-то опознавательных моментов, по которых вы боитесь, чтобы вас не узнали, не распознали и, не знаю, там, герои вашего письма не донесли, что вы там что-то где-то в интернете про него обсуждаете. Пожалуйста, пишите сразу письмо с учетом вот этих моментов. Галина, здравствуйте. Немного обо мне. Мне 39 лет, я славянской внешности, высокая, стройная, с высшим образованием. Думаю, что у меня на самом деле тревожно уклоняющийся тип личности, но к психологам я никогда не обращалась. Я переживала в жизни психотравмы из-за неразделенной любви от одного. Я еле ушла после трехлетнего психологического абьюза. Он то пропадал, то появлялся, врал мне, а я, в свою очередь, страдала, потому что жить без него не могла. Я смогла уйти, потому что появился мой муж, который меня полюбил. Был ответственным, честным, надежным, но у меня к нему дикой влюбленности не было. Он мне нравился. И прожили мы с ним вместе 14 лет. Мы несколько лет уже в разводе. У нас есть двое детей. С бывшим мужем у нас отношения соседские, дружеские, какой-то интимы, ничего такого нет. Мы живем вместе. Я живу с ним только ради детей. Его все устраивает. Он ничего менять не хочет. Живет, да и живет. Есть семья под боком, ну и хорошо. Я не могу уйти от него, потому что он заботится и помогает. Да и, в принципе, с меня он ничего не требует. Короче, все удобно устроились. Я с бывшим мужем и детьми в третий раз полетела в Турцию отдыхать в отель. И там я познакомилась с официантом. Он турок, младше меня. Внимание, на 16 лет. Восклицательный знак здесь. Я влюбилась с первого взгляда. Он очень красивый, культурный. Он учится в университете. И летом он подрабатывает официантом. Сам он из деревни на юго-восточной части Турции. У нас ничего не было. Мы один раз просто пообщались немного в ресторане и все. Каждый раз, приходя в ресторан, я искала его глазами. Я наблюдала за ним. Он вызывал во мне волнение. Меня очень сильно тянуло к нему. Он ничего не предпринимал, чтобы общаться со мной. Он объяснил мне это потом тем, что он нельзя общаться с туристами. Так это логично, правильно вообще. Он в принципе не общается с девушками и у него не хватало смелости со мной заговорить. Хоть он и хотел. После прилета домой я нашла его в соцсетях и написала ему. У нас завязалось сообщение. В итоге у нас друг к другу появились чувства. Он каждый день писал мне, никогда не пропадал. Я же наоборот отвечала не сразу, но каждый день я сразу была с ним честна и рассказала все о себе. Он сказал, что это для него, конечно же, является препятствием в любви ко мне. Мы с ним мечтали встретиться через несколько месяцев. Я полетела в отпуск за свой счет в Турцию и мы наконец-то встретились. С первого дня мы жили с ним в одном номере. У нас была близость. Мы не расставались с ним ни на минутку. Я чувствовала с ним себя уверенно, спокойно и в безопасности. Я ему доверяла. Я получала только удовольствие и счастье. Он признался, что у него такая первая девушка, которая и до меня он даже на свидании ни с кем не ходил. Денег у него не было, только заплатить за свой номер смог. И пару раз он оплатил за меня в ресторане. За последние два дня отпуска у него не было денег заплатить даже из-за свой номер. И я дала ему деньги, чтобы он заплатил. Он сначала, конечно же, отказывался, брать стеснялся. Но я настояла, потому что я не хотела с ним расставаться. В семье у него мама, папа и еще три брата. Он старший, и никто из них еще не женат. Мама он очень любит, отца уважает, слушается его. Я так поняла, что отец у них в семье главный. Семья у него, я так поняла, не бедная. Все работают, но постоянно экономит. И все заработанные, все свои заработанные деньги летом он отдает своим братьям. А они, в свою очередь, все свои деньги собирали и отправляли родителям. А они эти деньги копят как бы на будущее детей. После отпуска я вернулась домой, и мы продолжили наше онлайн-общение каждый день. У меня была задержка, и я сказала ему об этом. На что он мне ответил, что если я заперемененю, то я должна сделать аборт. То есть, что сейчас для него это слишком рано. Он учится и не сможет нас задержать. Абсолютно логично он рассуждает, если что он студент. Я против абортов, и мне его слова причинили сильную боль. Он говорит мне о своей большой любви ко мне, но готов послать меня на аборт. Что же это за любовь такая? Я оказалась небеременна и решила с ним расстаться из-за его поступка. Но он каждый день писал мне о любви. Просил прощения, плакал, объяснил он это все тем, что он испугался, и поэтому сказал про аборт. И я простила его. Мы продолжили общение. Через 6 месяцев, в очередной отпуск, я снова купила себе путевку в Турцию. Мы снова провели время вместе. В этот раз он платил за свой номер и платил за меня, когда мы гуляли и несколько раз ходили в ресторан. После отпуска мы снова общались онлайн. Он рассказывал родителям обо мне и сказал, что хочет жениться. А родители сказали, что как только он закончит свой университет, он может жениться, и они ему в этом помогут. Он не раз говорил мне, что он будет учить русский язык, но так и не начал. Через полгода еще я купила путевку, и снова мы провели вместе отпуск. Мы всегда вместе. Мы не ругаемся. Он очень внимателен ко мне и моим желаниям. Как-то мы поехали на пляж. Там он встал на колени и спросил меня, выйду ли я за него замуж. Я ответила, да. Но кольца он не подарил. Но кольца он не подарил, что вызвало у меня недоумение. После отпуска мы продолжили интернет-общение. Он сказал, что взял уроки за два года и закончит университет на один год раньше. И летом мы поженимся. Потом он узнал, как он после мне признался уже попозже, что он закончит на полгода позже. Но продолжал мне обещать встречу, свадьбу летом. То есть он мне врал, как он говорил, потому что боялся меня расстроить. Подчеркиваю, пробоялся. Он снова причинил мне боль и разочарование. Я знаю, что если соврал однажды, будет врать и потом. Я этого не принимаю и хотела расстаться с ним, но он долго добивался моего прощения. Клялся, что больше врать не будет. Плакал, и я не смогла расстаться с ним и простила его. А еще я высказала ему, что мне не понравилось, как он сделал мне предложение. То есть без кольца. И он сказал, что у него не было денег на кольцо. Логично, он же, блин, студент. И пообещал, что когда мы с ним встретимся в следующий раз, он сделает предложение, как положено, с кольцом. Следующий отпуск мы провели так же, как и предыдущий. Но обещанное предложение он так и не сделал, сказав, что он сделает его попозже и хочет, чтобы это было ближе к свадьбе. Но мне было обидно. Так у нас все и идет, без изменений. Он только говорит, что нужно подождать, когда он закончит свою учебу, университет. Что сейчас он сделать ничего не может. Так и есть, по сути. Но часто говорит, что мы поженимся через три месяца. Что он перевезет меня и детей в Турцию. Что родители нам помогут материально. И купят дом и все необходимое. Я, в свою очередь, не знаю, как отреагировать на мой уезд домой. Как отреагирует на мой уезд мой бывший муж. Ведь мне нужно будет забрать детей с собой. И он может запретить мне это сделать. Но если так случится, то он сказал, что приедет в Россию и будет со мной. Что в любом случае мы будем вместе. Я бы этого не хотела. Потому что он не сможет зарабатывать достаточно. А вы сейчас думаете, он в Турции сможет после института? Сейчас нормально зарабатывать, чтобы вас перевезти? Не прикалываетесь? Сейчас про это поговорим. В общем, у него будут трудности с языком и работой. Также он говорит, чтобы я ничего не говорила бывшему мужу о нас. Чтобы не остаться одной с детьми. Без поддержки, пока его нет рядом. Опять же, мотивируясь тем, что он не закончил университет. И не может взять ответственность за нас. Мне это кажется странным. Ведь осталось совсем мало времени. Нужно всего лишь решить и спланировать заранее. Решить вопросы о возможности переезда детей в Турцию. В этот раз я сказала, что у меня нет денег на путевку. И он пообещал мне помочь деньгами. Пообещал также в отпуске сделать правильное предложение. Ну, в кавычках, с кольцом. Он постоянно говорит о нашей будущей совместной жизни. Хочет, чтобы мы жили в Турции. Я тоже этого хочу, так как люблю Турцию и всегда мечтала рядом жить с морем. Говорит, что работать я не буду. И он сделает все для нашей семьи. И что мы ни в чем не будем нуждаться. Также сразу предупредил, что без него я не буду одевать открытую одежду. Короткие платья, шорты и всякое такое. С ним могу надевать все, что захочу. Говорит, потому что переживает за меня. Из-за того, что ко мне могут приставать какие-нибудь мужчины, чтобы далеко не ходила. И также он против, чтобы у меня были друзья-мужчины. Если я захочу идти куда-нибудь вечером без него с подружками, то сначала он посмотрит, что за подружки. Только потом согласится, чтобы я пошла с ним. Стоит медле задуматься о таких условиях, вопрос. Или у них так принято и это нормально. Недавно он поговорил со своей мамой о свадьбе, которую планируют через три месяца. И мама удивилась. Сказала, что надеется, что все получится. Папе пока не говорит. Якобы не нашелся еще подходящий момент. Он работал летом два месяца. И первую зарплату он полностью отдал своим братьям. Якобы они нуждались в деньгах. Одну он оставил для себя и сказал мне, что оказывается, у него не хватит денег, чтобы купить мне путевку и отдыхать в отеле. Все включено. И он предложил тогда оплатить вариант подешевле, купить билеты и снять жилье и готовить еду самим, чтобы не тратиться на отель и на все, на рестораны, например. Наши отношения длятся уже больше двух лет. Мои чувства к нему такие же сильные. И у него чувства ко мне также не меняются. Много слов о любви и о том, как сильно он скучает. И иногда даже плачет. Я очень устала ждать и находиться в этом неопределенном состоянии. С одной стороны, я понимаю, что он учится и денег у него недостаточно, нужно ждать. А в мыслях, такие мысли, что мог же он хоть какое-то кольцо купить в конце концов, но не купил, а может сомневается или ждет одобрения своей семьи. Я его очень-очень сильно люблю. Я стараюсь верить ему, но все равно меня постоянно гложут сомнения. Я стараюсь верить. Вот вы уже сейчас в этой фразе говорите, что есть моментики задуматься, красные флажки. Я их игнорирую. Вот так я переведу вашу эту фразу. Я стараюсь верить. Сомнения, мысли, что он мне врет, что не сделает, что обещал, что у нас, возможно, нет будущего, в том числе из-за разницы в возрасте, расстоянии, наличии детей и проблем с их эмиграцией. Я не знаю, что думать. Я то доверяю ему, то снова не доверяю. Меня терзает это все каждый день. Я не могу нормально жить. Может, я сейчас из-за любви чего-то не вижу? Может ли это все закончится счастливым союзом? Или все же меня ждет разочарование? Как бы вы поступили в моей ситуации? Посмотрела многие ваши видео, чувствуешь вам, я могу довериться. Прошу разобрать мою ситуацию. Заранее благодарю. Так, я буду искать подходящие слова. Я внутри сейчас сразу скажу, да, в моем месте, что я чувствую? У меня разделение внутреннее. Одно, я всегда скажу, это не консультация психологическая, если что. Моя всегда оценка личная, видео про аноним в КДД, да, говорю. Но с какими-то взглядами, когда я живу в Турции, знаю менталитет, я что-то из психологии привожу. Как вариант, да, рэперные точки, за чем мы цепляемся. Но это моя личная всегда оценка. Так вот, смотрите, видишь, что внутри разрывается. С одной стороны, мне ей очень жалко, автора письма. Я понимаю проблемы, ее травмы, которые привели к вот этому исходу. Но с другой стороны, мне хочется сказать ей правду, мысли свои по именно перспективе этих отношений. Но мне не хочется сделать человеку больно, разочаровать и так далее. Почему? Скажу честно, пожалуйста, только без обид. Я не хочу вас травмировать, но, может быть, мои какие-то слова вам будут неприятны. Вы человек тонкой душевной организации. Любая критика, сравнение или, ну, по факту, если действительно какие-то там ошибки условные, да, вы очень всегда эту критику больно переживаете, воспринимаете, ну, с надрывом, короче говоря, душевненько. Смотрите, у вас сейчас абсолютно нездоровые отношения. Это вот я когда дочитывала, у меня в голове была мысль, два фантазера встретились. То есть каждый фантазирует про разное, но с реальностью из вас двоих никто вообще не соприкасается и никто вообще. Вот два ребенка, один студент, ну, вы с ним на уровне по желаниям, по вот этих надежд и всего прочего, с ним на одном уровне, поэтому вы сошлись. Вы не знаете с ним вместе реальной жизни. Он не знает своей жизни в Турции, потому что у него опыта жизненного нет. Вы не хотите это все знать. Или смотря видео и все прочее на ютюбе и поднимаете информацию, ну, типа он разберется. И два фантазера, которые не знакомы с реальностью, с реалиями и не хотят их видеть. Вы осознанно это пропускаете. Сказала, вот эти красные флажочки, они у вас есть. Я стараюсь его любить. Да нифига, не надо стараться, надо просто любить, не надо усилия делать. У вас сомнения, вы видите, подчеркиваете, что он врет, там все прочее. Сейчас про это отдельно поговорим. Делайте выводы, ё-моё, зачем вы сейчас написали в письме, что вы осознанно все это закрываете глаза. Я скажу почему. Вот к первому, что вам очень хочется любить, слышать приятные слова, и вы очень боитесь остаться одна. Вы даже, разведясь с мужем, остаетесь с ним жить вместе, вы перескакиваете в другие отношения. Вы настолько боитесь остаться одна, что вы с бывшим мужем на одной территории живете. Говорит, я с ним живу ради детей, мы как соседи, интима у нас нет, ра-ля-ля-ля-ля, вся история. С ним что, вы сказали, удобно устроились, я сразу сказала, и безопасно. Вы очень тревожный человек, вы боитесь остаться одна. У вас просто адский страх, одиночество настолько, что вы разводитесь, не любите человека, но вы остаетесь жить вместе. Комфортно, удобно и безопасно. Ничего из меня не требуют. Это нездоровая история, да? Чтобы зайти в здоровые отношения, в нормальные, нам надо оставить предыдущие. А вы хотите, находясь просто в одних, перескочить сразу в другие. Как вы сказали про историю супруга? С ним было комфортно, удобно, безопасно, ничего с меня не просит, не требует. Все, короче, нормально. И сейчас к парню, студенту, там, 20 с копеечкой летнему, у вас такие же требования и претензии. И вы в упор не хотите видеть, что он вашим запросам и критериям не соответствует вообще ноль. У него ноль жизненного опыта. У него ноль, по сути, денег. Я вижу, у него стереотипное воспитание турецкое из деревни. Но вы в упор хотите видеть только романтику, и он вам эту романтику дает. И вы как-нибудь там само, я еще и детей перевезу, соответственно, за них тоже он нести будет. Я вот это слушаю. Студент отдает деньги своим братьям, родителям. Вообще неважно, это его деньги заработаны, что он делает, это их выбор. Это у них в семье, вот они, вот эти вот традиционное воспитание турецкое в семье. Вот, это он все правильно делает. И он говорит, ну я перевезу тебя, твоих детей. Только денег сейчас даже на твою поездку у меня нет. У меня есть там вот билеты купить что-то, еду будем сами. Вот у вас вообще в голове ничего не коротит, когда вы это слушаете. Сейчас у меня деньги, но потом они когда-нибудь появятся. А я вам сейчас реальной жизни из Турции, которая, если вы смотрите видео про новости, про социалочку, то, что почему эти темы затрагивают, потому что, блин, турки тупо этим сейчас живут. Это настоящее настроение в стране. Статистика по молодым специалистам в стране и по студентам. Студентам. Проблема с жильем в Стамбуле, фиг устроишься, очень дорого. Простите, поесть купить, дорого. Транспорт, дорого. И когда ты заканчиваешь институт, когда тебя кладут, выливают деньги, либо ты супер умный, у тебя бесплатное обучение, но всё равно ты платишь на жильё, на еду и на проезд. Это уже дорого. Не говорим про оплату учёбы. Так вот, они заканчивают, студенты сейчас институты, работа-то минималка, ни опыта, ни, скажем так, по профессии, да, уровень какой. Вы сейчас студентам вспомните, если вы им были? Это не один-два годик. Это типа года четыре-пять надо работать, развиваться, если ты не суперцепкий, рисковый, мозги про бизнес, про деньги, что-то соображаешь. Это всё-таки не та ситуация. Он ходит подрабатывать официантом. Не знаю, как у него специальность, какая работа. Он что-то мне сдаёт, что он не про вот этих вот движевых чуваков. Он про любовь. Покрасиво поговорить, найти себе замену своей мамы с двумя детьми, и он вам сейчас без денег, и в следующие пять лет у него денег не будет. Говорит, что он вас перевезёт. И вы такая, о, ну да, конечно, перевезёт. Я ему верю. И вот вы мне верите ему или нет? Вот честно скажу, как есть, с позиции взрослого человека, здесь проживающего, да, я здесь живу, работаю, плачу налоги, отчисляю пенсию, знаю, как тут люди, в магазин хожу, за проезд плачу, за коммуналку, например, в нашей квартире, и всякая прочая история. Я вот эти, знаю, все цены, вот эти все процессы. Я вам скажу честно, у него в ближайшие пять лет денег не будет. У него даже сейчас нет элементарной подушки безопасности, потому что он деньги даёт братьям, а они там типа родителям, а родители сказали, они ему там квартиру, дом купят. Вы вообще о чём? Они ему купят дом, когда он студент перспективный, которому надо в 25 лет, в 27, 30 жениться на хорошей турчанке, с хорошей семьи, придёт и говорит. Я нашёл себе иностранку, у которой ничего нет, с двумя детьми, буду перевозить за границу, купите нам квартиру и дом родители. Я приведу женщину с двумя детьми, которая здесь ни работать, ничего не может, ни родственников, ни знакомых, ничего её нет. И они, думаете, скажут, даём добро, свадьба супер. Они это скажут, если у вас есть деньги, квартира, имущество, вы что, вот семью выложите? Вот тогда они дадут добро на свадьбу, скорее всего. Это как бы образно, это не про всех, да? Но я думаю, что вот это поведение, про деньги, отношения, они неплохая, обычная, нормальная турецкая семья. И пальчик неплохой, неплохо воспитанный, но они там не супер с деньгами, поверьте. Подрабатывает он не потому, что у него много денег. Знаете, как живёт те, у кого выше среднего уровня в Стабуле, в крупных городах, дети, родители таких, да, у кого есть какой-то уровень средний и выше среднего деньги. Они не ходят подрабатывать. Они сидят в кафешках, тусуются, ходят в ночные клубы, ездят на море, отдыхают. Своей группой 5-6 человек, подружки, там, друзья и так далее, в Бодрум, в Анталию, в Мармарис и так далее. Вот так они живут. Они работают официантами летом, чтобы денежку в семью принести, родителям, отдать и всякое такое. Понимаете, о чём я говорю? Вы запутались, уровень у него семьи не такой, денег у него в ближайшие 5 лет не будет, перевести вас сейчас на первое время, подушки безопасности нет у него, у него ничего нет. Он вам красиво говорит. Почему вы на это ведёшься? Потому, что вам очень хочется. Всю эту сказку, всё это слышите, вы чётко сказали, я хотела сюда жить у моря, ещё и детей перевести. Вот жить у моря вы можете, но достойно здесь жить нормально, оформить документы, действительно, легально и всё прочее не сможете. Это будет такой уровень, от которого, когда вы с этой... Ваша любовная лодка разобьётся об финансе и быть здесь в Турции, когда он вас начнёт переводить. К тому, что он не врёт, скорее всего. Может быть, мы его на лжи уже ловили, но всё равно, да? Но ваша любовь разобьётся о быт, о скалы здесь. Деньги, документы, жизнь, уровень и всё прочее. А знаете, почему вы об это увидите, у вас спадут вот эти розовые очки? Любовь вас тогда не спасёт. Потому что вы про комфорт. Я не оставляю своего бывшего мужа, потому что безопасно, комфортно, с меня ничего не спрашивают, вы про тёплое местечко. А переедете вы в Турцию к жёстким реалиям, страшным, холодным. Любовь там не удержится. И не потому, что любви у вас нет. Я не сомневаюсь в ваших чувствах, эмоциях. Знаете, я скажу почему. Он не понимает, что такое деньги, траты на жену, на детей, перевести документы. И знаете, что он думает? Что родители ему всё это сделают и ничего делать не будут. Они это будут делать? Вот в их каноне, как в семье. Несмотря на то, что они даже с деревни, а не с крупного города. Если он приведёт достойную по уровню Турчанку, которая тоже её семья, в это образование семьи вложит капитал. Подарит деньги, золото на свадьбу, обустроит квартиру. Например, дома они квартиру купят, ну а мебель-то вот внутрь покупать будет. Понимаете? Они дадут добро. То есть чувак не одупляет, скажу так, как есть. Он любит, он искренен в чувствах, но он не врубается. Какие трудности? Мы это видим по письму. Он вам обещает, потом, о, у меня денег не было, обещает, не делает, обещает. Да потому что он сталкивается с реальностью каждый раз. И такой, упс, не получилось. Ну ладно, она же всё равно всё стерпит, от меня не откажется. И следующее, вот оно, пожалуйста. Если мы берём ваши отношения и ситуацию, единственный вариант вам вообще с ним остаться. Тогда если он переедет в Россию, будет учить русский язык, вы его с ним заведите замуж, оформите ему документы, он будет там ждать потом с годами гражданства, найдёте ему работу. Вот ему всё равно здесь жизнь с нуля начинать в Турции. Та, если родить, они в деревне, это не городская семья. У неё нет там суперподвязок, знакомств и так далее, чтобы зайти после института на хорошую позицию. Здесь в Турции всё то же самое, особенно сватбрат. Если ты после института хочешь хорошо зарабатывать и позицию, ты должен быть знакомый, которые тебя запихнут в компанию, позовут, пригласят за тебя, скажут. Это есть история, но ты единица, это надо знакомство. У него родители из села, у него вообще ничего нет, понимаете? И не будет после института. Он не в этой категории, которой вам хочется думать, что у него всё там на мази. Нет. Поэтому если у вас есть любовь, вы про комфорт, он должен к вам переехать и столкнуться обыт и вот эти трудности в России. А вы как там написали в письме? Ой, ну блин, у него проблемы с языком, с работой. Он каким будет? Реальность вы увидите. И вам она не нравится, что он ничего не может. Без вас никуда значит, что вам придётся брать за него ответственность. И за ручку водить в УМС какие-нибудь, в пролегализацию, документы делать, работу, заниматься им. А вы хотите, чтобы занимались вами? Вы хотите быть на позиции, скажу так, детской в отношениях. Не брать ответственность. Вы хотите мужчину, который возьмёт ответственность за ситуацию. Я тебе перевезу, то куплю, это сделаю, детей заберу. Звучит классно, перспективы ноль. И вы сказали, что чтобы перспективы. Если у вас настоящая любовь, чувство, этот человек вам дорог, зовите к себе, разъезжайте со своим супругом, живите с детьми отдельно, приглашайте своего возлюбленного, расписывайтесь, делайте свадьбу, берите, растите эмоционально, психоэмоционально, растите к взрослому поведению 50 на 50, в том плане морально нанесите ответственность за отношения. Этот чувак студент, он не готов взять, он себя не может обеспечить до конца, он подрабатывает. Он не может взять ещё троих людей, вас и ваших детей на себя. И он что в Турции это не сможет сделать, что и в России. Поэтому вам безопаснее, спокойнее остаться в России, у себя на родине, а не ехать в неизвестную страну. Вы как сказали, я не хочу в России жить, я хочу на море. Ну, блин, тогда зарабатывайте деньги, создавайте себе подушку безопасности, переезжайте с детьми в Турцию, он на вас женится, расписывайтесь. То есть вам надо финансово вкладываться, не ждать, что он там что-то вам сделает, обещает, подарит, купит, где-то там с неба ему деньги упадут. Включайтесь в процесс, берите ответственность наполовину на себя, участвуйте, пожалуйста. Ездите с ним на встречи, не тратите деньги. Денежки откладываем в подушку безопасности, муж ничего не рассказываем. Потом условно как-то, не знаю, разберетесь, уедете, там и все, такая прочая история. То есть рассчитывать на него на 100% в Турции – бред. В России он тоже ничего не может. Единственная вам перспектива, вы спросили, ваших отношений, это впрягаться в эти отношения, наконец-то. Не просто слушать приятные слова, а участвовать в них, делить ответственность на двоих, участвовать финансово, не имею в виду финансово, думать про будущее, просчитывать ходы, откладывать под взрослыми. Когда-то встаньте, пожалуйста, и он по возрасту еще малолетка, скажу так. И вы, пожалуйста, скажем так, войдите в свой возраст, как два взрослых общаться начинайте, а не просто два фантазера, мечтателя о чем-то классном, о любви и всем прочем. Лодка быстро разобьется, это не про реальную жизнь. Ни в России, ни в Турции, нигде вообще. Это все красиво, бла-бла-бла-бла. Вот уже мы два года. Вы получаете выгоду в приятных словах, в чувствах любви, в эмоциях. Я очень хочу отметить, если мы немножко психологию, я про это старалась еще не затрагивать, как вы у него каждый раз приставляете к стенке, находите ложь какую-то и ждете, как он извиняется и доказывает, что он вас любит, вы та единственная. На самом деле, я скажу вкратце, это проигрывание сценариев у вас происходит. Этим отношениям, этим человеком, именно в его инфантильности еще в детскости, который будет перед вами что-то взвиняться, оправдываться, доказывать, что он вас сильно любит. Вот это вот любовь, вот этот взрыв, вот это вот прям вулкан такой, да? Вы закрываете свои потребности. Вам это нужно. Вы его используете, чтобы чувствовать, что вас любят, что ради вас на все готовы. Вам наплевать на самом деле, что там будет дальше. В плане вы получаете удовольствие здесь и сейчас. Когда у вас дальше в будущем, вы столкнетесь с реальностью, с бытом, безденежным, всем прочим, переездом, если вообще пока это произойдет, вы такая, опа, и любовь закончилась. Знаете почему? Потому что вы хотите только хорошие сливки получать. Вот это любовь, эмоции. То есть у вас есть запрос. Вы у этого человека сейчас эти отношения для своей проекции используете. У вас есть травмы на эту тему, чтобы за вами гнались, чтобы вам доказывали, что вас любят, что вас пичкали вот этими обманами или еще чем-то, какая вы, какая любовь сильная, как без вас он не может, как он вам куплю-люблю и полетели, и все прочее. Вы сейчас, по сути, ваши отношения здесь и сейчас. Про будущее вообще, оно вам на самом деле и не нужно. Вам хочется вот этого, что сейчас происходит. Вы хотите ваше будущее, ваше интересное, чтобы так было всегда, чтобы было сказочно, чтобы всегда с надрывом, что меня любят. А по факту, то, что я называла социалку деньги бытовых, вы не хотите, вы максимально игнорируете, так как-нибудь разберемся. Он же берет на себя ответственность, он все сделает и так далее. То есть реальности вы не хотите, потому что вам процесс нужен. Поэтому вам этот человек для здесь и сейчас, для этого процесса нужен. Как только проблемки, все, до свидания, вам не нужно станет. Вы найдете какого-нибудь другого. Если вы спросите, а как мне начать взрослеть в отношениях, брать ответственность за что-то, участвовать в них, очень просто. Для начала закончите свои предыдущие отношения, хватит жить с бывшим мужем. Это ненормально. И не надо прикрываться детьми. Типа, я ради них. Вы скажете, он хорошо о них заботится. Они скажут, что он делает. Он взрослый в отношениях, он заботится и о детях, о вас, вам комфортно, удобно, все хорошо. Зачем, да, с ним разведиться, разъезжать? Ну, вам тогда не надо никакую ответственность ни за что брать. Поэтому вам комфортно и хорошо. И у вас нет смысла с ним расставаться. Вот он опять же, ну, разъезжаться я имею в виду. Поэтому первый шаг к взрослению. Мы заканчиваем свою прошлую историю для того, чтобы нормально, здоровая. Вот эта вся история просто нездоровая, да. Мы заканчиваем, что было раньше и берем ответственность в новых отношениях. И начинаем продумывать ходы. Если вам хочется переезжать, он там вам что-то обещает, берите его за хвост сразу. Так, перед третьего числа, даты, точности, время, деньги, ты посчитал. Будьте взрослой. Хоть вы вот не вот эти красивые облачные рассказы, но хотя бы вы возьмите взрослость и ведите списки трат и план бизнес-составьте, что вам нужно для переезда, где брать какие документы. Кто-то этим должен заняться, а не просто красивыми словами. Оно просто слова. Вы их просто получаете. Классно, кайфово. Вот так сейчас происходит ваши отношения. Что хочу сказать, что присылайте ваши истории почта в инфобоксе под видео. Если вам нужна анонимная история, я сказала, как вы напишете письмо, так я читаю с листа. Это информация, которую даю, она с листа идет. Как нужно там, что указываете, какие-то данные, так и пишите. Если вам нужна индивидуальная психологическая консультация, то уже на почту и тема письма, консультация. В комментариях вы можете написать ваше мнение, ощущения после этого видео, этой истории, дать, может быть, какие-то советы человеку, может быть, вы были в подобной ситуации. Но сразу скажу, уважайте, пожалуйста, друг друга. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видео. Всем пока.